Солнечная дорога Ватвай протяженностью 1,6 километров была проложена во французском регионе Нормандии. Около 3000 квадратных метров этого пути было покрыто солнечными панелями, которые, по расчетам создателей, могли бы питать энергией фонарные столбы в городе Туру-Рапеш. На строительство дороги было потрачено около 5,2 миллионов долларов, но окупить потраченную сумму компании в конечном итоге не удалось. Сначала дорога нравилась всем, даже французскому министру энергетики. Идея ему понравилась настолько, что однажды он объявил, что хочет видеть солнечные батареи на каждом тысяче километре всех дорог Франции. Но в дальнейшем оказалось, что дорога из солнечных батарей вырабатывает не так много энергии, чем предполагалось. Создатели хотели, чтобы он вырабатывал 150 тысяч копеек ВТЧ электричества в год, но к июлю 2019 года они заметили, что дорога вырабатывает только 40 тысяч копеек ВТЧ. Эффективность батарей постоянно снижалась и виной этому оказалась, грубо говоря, глупость создателей. Одна их солнечных панелей дороги Ватвай также при строительстве дороги в 2016 году, компания Коулас покрыла поверхность смолой. По ее мнению, такое покрытие должно было защитить батареи от возникновения трещин при движении автомобилей. Возможно, смола действительно выдерживала давление колес легковых автомобилей, но компания совершенно не подумала о том, что по этому маршруту могут ездить грузовики. В конечном итоге большая часть солнечных батарей покрылись трещинами, поэтому компании пришлось разобрать 90 метров дороги. Трещины на солнечных панелях вдобавок ко всему этому, компания забыла про то, что со временем дорога может покрываться мусором и листьями. Только спустя некоторое время они осознали, что покрытые грязью солнечные панели становятся практически бесполезными. Сколько энергии могли вырабатывать грязные и потресканные панели неизвестно, но его вряд ли хватало для питания даже пары-тройки фонарей. Тогда зачем нужна такая дорога? Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях.